Медвестник ТВ Систему электронного учета неизлечимо больных пациентов Единороссы предложили запретить чиновникам лечить своих родственников за границей В Москве впервые пройдет Всероссийский форум волонтеров-медиков Компания BioQuark проведет исследование по выведению пациентов из комы после констатации смерти мозга Правительство внесло в Госдуму пакет документов, меняющий систему финансирования высокотехнологичной медицинской помощи В соответствии с ними федеральные клиники с 2017 года должны получить прямое финансирование и средств системы ОМС Речь идет о высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования Субсидии на оказание ВМП в медучреждениях, учредителями которых являются федеральные органы исполнительной власти Предлагается направлять из бюджета КОМС на основе госзадания По оценкам руководителей федеральных центров, данный шаг позволит поддержать клиники, применяющие дорогостоящие методы лечения Есть очень дорогие операции, понятно, что есть институты, которым сложно выжить, скажем, институт сердечно-сосудистой хирургии Вернее, не института, направление сердечно-сосудистой хирургии, трансплантологии и так далее Поэтому с точки зрения организационных мероприятий это правильно Надо очень четко посчитать объем квоты и цена и финансирования в каждом конкретном случае В то же время введение прямого финансирования не должно отменять правил здоровой конкуренции между центрами Федеральные центры должны бороться за больных и конкурировать И тогда, а не то, что чиновник дает какой-то объем квот, объем ВМП в начале года и так далее Главное это создание еще раз конкуренции Потому что у нас многие привыкли к тому, что в начале года они получают объем И потом в течение года, не напрягаясь, можно этот объем выполнять Законопроекты рассмотрены и одобрены на заседании правительства Российской Федерации 28 апреля 2016 года Минздрав намерен конкретизировать обязанности страховых компаний в системе ОМС В части защиты прав застрахованных Подготовленный ведомством приказ должен расширить контрольные функции страховых медицинских организаций Все вот эти предложения направлены на то, чтобы действительно повысить и уровень защищенности граждан И самое главное, четко или более четко, так скажем Описать механизм, как участники системы ОМС взаимодействуют для обеспечения вот этих прав Одним из основных инструментов для обеспечения такого контроля должен стать Институт страховых поверенных Их статус теперь официально регламентирован Вводится термин уже теперь в нормативную базу страховой представитель Эти функции для страховых компаний не новые Тут 8 пунктов изложено основных направлений деятельности страховых представителей Страховые компании большинство этих функций уже осуществляют Здесь просто они более четко структурированы Важной инновацией документа является уточнение механизмов обмена информации между страховой компанией и ЛПУ Идет конкретизация по порядку обмена информации между участниками системы ОМС По созданию личного кабинета По информированию граждан при выборе медицинской организации В этом приказе четко определено, что организуется этот информационный обмен на основе Организованного территориальным фондом программного комплекса Единого, который связывает и страховые медицинские компании, и медицинские организации Теперь страховые компании будут участвовать в контроле за диспансеризацией Также вводится новая функция Индивидуальное информирование о прохождении диспансеризации Как считают страховщики, это позволит сделать ее более эффективной При этом, конечно, мы все работаем на то, чтобы гражданин пошел Мы его информируем, мы его, так сказать, обращаем внимание на важность этого вопроса Но сам гражданин в случае неявки никакой ответственности не несет Мотивационная составляющая в этом приказе, она, в общем-то, в отношении граждан К тому, чтобы все-таки они выполняли медицинские показания К тому, чтобы они прислушивались к рекомендациям Общественное обсуждение документа продлится до 18 мая Систему электронного учета неизлечимо больных пациентов Региональный штаб ОНФ предложил создать Департаменту здравоохранения Москвы Это значительно упростит процедуры выписки и получения лекарственных препаратов, утверждают эксперты Также такая база позволит более эффективно планировать объемы закупаемых препаратов И отслеживать пациентов, которые нуждаются в лекарствах Мы на самом деле давно говорим о том, что такая база нужна И схема лечения пациента Эта информация должна быть доступна профильным методучреждениям и ведомствам А также профессиональным исследовательским центрам, пациентским организациям и страховщикам Пояснил член регионального штаба ОНФ в Москве Александр Грод Не менее полезным этот ресурс окажется и для медиков Они смогут отслеживать динамику изменений в состоянии пациента и оценивать эффективность терапии Партия «Единая Россия» предложила запретить чиновникам здравоохранения и образования Учить и лечить своих родственников за границей С таким заявлением выступила министр регионального правительства, член «Единой России» Ольга Носкова Если ты хочешь стать чиновником в Минздраве, ты должен понимать, что детей, внучек, жучек и бабушек с дедушками Ты будешь лечить в своей стране, потому что ты отвечаешь за качество здравоохранения в этой стране То же самое и с образованием Мне это кажется, во-первых, справедливым, а во-вторых, просто правильным Это хороший стимул для того, чтобы и здравоохранение, и образование сделать снова конкурентным на мировой арене Причем такой запрет может коснуться не только федеральных чиновников, но и муниципальных В Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова пройдет всероссийский форум волонтеров-медиков На мероприятие соберутся представители 30 субъектов страны На нашей площадке мы планируем собрать все студенческие волонтерские медицинские отряды Волонтерские медицинские отряды СУЗов и ВУЗов Некоммерческие организации, которые помогают в больницах в качестве волонтеров Цель форума — объединение волонтерских организаций Обобщение их опыта, а также выстраивание системной работы волонтеров-медиков То есть мы создаем такую общую площадку, где мы сможем собраться, осудить, какие у нас есть проблемы Мы примем резолюцию по итогам, которая будет направлена, конечно, в Министерство здравоохранения, в Министерство образования И по их каналам будет передано руководство медицинских ВУЗов В рамках мероприятия запланированы круглые столы и мастер-классы Участники форума разработают стратегию развития медицинского волонтерства, а также дорожную карту на 2016-2017 годы Помимо этого будут представлены наиболее успешные региональные добровольческие практики Всероссийский форум волонтеров-медиков пройдет с 13 по 15 мая Этический комитет разрешил проведение экспериментального нерандомизированного исследования компании BioQuark Данный шаг, по мнению специалистов, может вывести медицину на новый уровень Благодаря исследованию медики смогут изучить возможность выведения пациентов из состояния комы после констатации смерти мозга Первая стадия исследования пройдет в Индии В нем примут участие 20 пациентов, у которых зарегистрирована смерть мозга после перенесенной черепно-мозговой травмы В ходе исследования предполагается изучить возможности восстановления сознания и функций отдельных частей ЦНС на фоне применения комбинаций методов лечения Таких как инъекции стволовых клеток и пептидов, использование транскраниальной лазерной терапии и технологии стимуляции нервных клеток Предполагается, что эти методы должны помочь осуществить регенерацию мертвых клеток мозга подобно тому, как саламандры восстанавливают конечности Мониторинг за состоянием пациентов будет осуществляться в течение нескольких месяцев с использованием оборудования для визуализации мозга Это были новости на канале Медвестник ТВ До встречи на следующей неделе Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова